Они идут на свет и сияющие вывески. И так каждый год в конце декабря. Рейды по пиротехнике для инспекторов пожарного надзора – это уже традиция. Сертификаты и документы по пожарной безопасности. Есть ли возможность тогда ставить? Да, конечно. И здесь попробуй возрази. Бизнес может разлететься, как салют. А терять покупателей не хочет никто. Сейчас как раз самый ажиотаж. Какой же праздник без хлопушек и петард? Семью. Вся деревня собирается? Да. Все село собирается. На фейерверки. Но кому праздник, кому работа. Проверить нужно бумаги, сигнализацию и огнетушители. На всякий пожарный. Находится в неисправном состоянии. У него давление уже в красной черте, то есть им пользоваться уже нельзя. Все нюансы не учтешь, оправдывается предприниматель. Ведь сейчас к пиротехническим магазинам столько требований, что голова округом. А они все ужесточаются и ужесточаются. Сейчас требование, чтобы не было доступа покупателя, чтобы он не мог дотянуться. Продавец просто берет с полки, показывает товар, рассказывает ему технику безопасности. Но и пожарных инспекторов можно понять. Ведь каждый год в канун праздника в Липецке открываются десятки магазинов. Немного не доглядел и ЧП не избежать. Вот и наказывают порой рублем. В среднем административная ответственность начинается от 6 тысяч и выше. Все в зависимости от типа, вида нарушения. То есть нарушителей с каждым годом? Все меньше, меньше, меньше. Люди стремятся, пытаются исправиться, чтобы было меньше к ним вопросов. Вопросы остаются и к любителям фейерверков. А потому в новогоднюю ночь в парках и на площадях будут дежурить в том числе и спасатели. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.